Всем привет! Сегодня поговорим о проблеме с Counter-Strike 2, а именно о вылетах синего экрана во время игры. Совсем недавно вышла эта игра, а у меня эта проблема была еще на уровне бета-версии. Так она в принципе и оставалась до сей день. Сама проблема заключается в том, что во время процесса игры у вас мог зависнуть компьютер, то есть полностью зависнуть игра, и соответственно вылетает после синий экран. Но на этом здесь беда не заканчивается. Обычно можно было проследить все вылеты синих экранов с помощью мини-дампа, а именно через программу Blue Screen View. Но в этом случае Blue Screen View вообще ничего не отображал почему-то, хотя все в настройках сделано правильно. Ну и соответственно в этом ролике хочу показать ряд мероприятий, которые помогут решить эту проблему. Перед этим хочу подметить, что проблема возникала по-разному. То есть синий экран вылетал всегда одинаково, но зависания происходили по-разному. Либо контраст зависал вовсе, спустя какое-то время возникал синий экран, либо он быстро пропадал, либо же он прям повисал, пока не нажмешь кнопку перезапуска. То есть всегда это происходило по-разному. Также хочу еще вспомнить, что эта проблема была у разных пользователей и ранее, еще в версии CS Global Offensive. И эта проблема решалась очень просто, отключением многоядерной обработки в настройках. В свою очередь в CS 2 такой настройки, к сожалению, у нас нет. А вот подставляю вашему вниманию Blue Screen View. Как видите, здесь он не отображает никаких дампов. Хотя здесь, еще раз повторюсь, все настроено верно. Конечно, ваш случай может быть отличный от моего, поэтому рекомендую вам настоятельно воспользоваться программой Blue Screen View и проверить ваш дамп. Возможно, у вас будет информация о том, почему у вас вылетает синий экран. Итак, с проблемой я вас ознакомил, а теперь буду делиться своим собственным опытом о том, что именно помогало мне. Начнем, пожалуй, с самого простого. Это проверка целостности файлов игры. Наверняка вы это уже сделали, но это первая моя рекомендация. Далее, что еще может помочь в этом случае, это понижение качества графики. А также можно немножко поиграться с функцией FSR. В моем случае это помогало, но, к сожалению, временно. Спустя день-два проблема снова возникала. Расскажу вам еще про один метод, который был еще актуален со времен CSGO. Это повышение частоты шины PCI со 100 до 130. Ссылку на инструкцию, как это сделать, оставлю в описании. Далее немного о банальных вещах. Возможно, после обновления вашей CS2 у вас что-то криво встало. И, соответственно, ее нужно попробовать просто переустановить. То есть берем, удаляем ее с устройства и устанавливаем заново. Это банальные вещи. Также еще что стоит посмотреть, это в свойствах параметры запуска. Если у вас присутствуют здесь какие-либо параметры, то, возможно, просто их нужно удалить и попробовать поиграть снова. Также еще можно попробовать переустановить DirectX. Установщик можно найти без каких-либо проблем в интернете. Также при необходимости можно установить все нужные драйвера для вашего ПК, которые отсутствовали ранее. На следующем этапе я уже пробовал переустановить видеодрайвер. Возможно, дело было в нем. Установку я производил из нескольких вариантов. Сначала ставил самый актуальный драйвер. Затем ставил архивные драйвера, чтобы убедиться, что нет никаких конфликтов с новыми функциями. Также я считаю, что обновить вашу операционную систему до самой последней версии тоже было бы очень неплохо. Также хочу отметить, что, на мой взгляд, проблема чаще всего возникает у тех, у кого установлены более старые версии процессора. Так вероятно, что при обработке некоторых сценариев процессором, ему просто недостаточно либо памяти, либо кэша, либо чистоты. Отчего мы и получаем ошибку Critical Process Died. Итак, как помните, я говорил, что в CSGO проблема решалась. Это просто отключение многоядерной обработки. Так вот, в CS2 мы тоже можем это сделать, только с помощью установки дополнительных параметров запуска. Прописываем вот эту вот команду, просто здесь ставим значение 0. Наверное, это все методы, которые испробовал именно я. Многие из них помогали мне, но, к сожалению, временно. В остальных же случаях, если вам ничего не помогло, скорее всего, я думаю, что нам придется подождать, пока не оптимизируют ваше железо под эту новую игру.